Такого беспредела при манипуляциях землями Ленобласти прокуратура не видела давно. Коммерсанты в связке с чиновниками и сотрудниками регистрирующих органов вели себя как настоящие бояре и помещики. Отписывали себе угодья, пастбище и участки. Да все побольше, получше и, конечно же, подешевле. Знание лазей к земельном кодексе привело к возбуждению 37 уголовных дел и громким отставкам. Это для президента коррупция, национальное бедствие. Но только не для руководителей муниципалитетов. Прокуроры устают загибать пальцы. Все Волжский, Выборгский, Приозерский, Гатчинский, Ломоносовский, Лужские районы. Схемы нечестного отъема денег и земли у населения были не столько изощрены, сколько бесчеловечны. Чтобы больше украсть, не брезговали ни мертвыми душами, ни доверенности на психически больных людей. Как Гоголевский, Чичиков больше всего любили себя вести чиновники Лужского района. От имени инвалидов готовились заявления в администрацию района. Получалась доверенность на оформление и перепродажу участков. Из 280 участков, предоставленных за три года инвалидам, в том числе никогда не проживавшим на территории района, больше половины оформлены по указанной схеме, 55%. Во Всеволжском районе вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего муниципального депутата Зеленцова, который являлся посредником по незаконным сделкам с землей. Выявлено 32 эпизода незаконного оформления администрации района земельных участков на указанное лицо. Долго боролась прокуратура Кировского муниципального района с судостроителями, которые выкупили землю под новое производство по рекордно низкой ставке. По факту незаконного выкупа земельного участка в Кировском районе площадью 20 гектаров, основанием для выкупа явилась регистрация прав собственности на возведенные объекты капитального строительства, которые фактически построены не были. Более того, стоимость участка была занижена на сумму более 130 миллионов рублей. Скупить за бесценок, продать в 100 раз дороже. Но даже давно отлаженный коррупционный механизм прокуратуре все чаще удается останавливать. На протяжении многих лет сложилась абсолютная схема коррупционного применения в сфере использования земельных ресурсов. Вот, наверное, кто-то должен был раньше определиться с этими аспектами. Но так получилось, что пришлось нам с нашим коллективом заниматься сегодня достаточно застарелыми проблемами. Полагаю, что многие вопросы далеко от незнания происходят. Не от незнания ситуации. А от желания использовать свои полномочия в своих личных корыстных интересах. Страдающим юридической близорукостью прокурор области китайских предупреждений делать не стал. А привел сухие цифры последней статистики, которые лучше любых предупреждений. Глава такого-то района получил столько-то лет зоны. Помощник другого справляется по хозяйству. В исправительной колонии такой-то и так далее. Очень многие главы сегодня, к сожалению, далеки от правильного восприятия закона Российской Федерации и применения его на своей территории. Убедительные слова прокурора уже давно превратились в громкие дела. Только за последний год своих постов лишилось шесть вице-губернаторов области. На муниципальном уровне дела еще хуже. Сергей Семенов, Михаил Угаров и Григорий Павлов. Новости 24. Петербург.